Салам алейкум, архматулах, Сулейман, Карим, и мы сегодня против двух, вы у нас кстати первые, против двух дикторов, против двух голосов русскоязычного ислама. Это наш брат Рашид, рах салам алейкум, и наш брат Ахмад. Саламу алейкум, Ахмад. Алейкум, ассаламу алейкум. Как вам наша студия? Я сначала переживал из-за эха, но потом нормально. Сулейман подработал, да? Вообще такой формат как рассматриваете подкаст? Ну смотри, этот сам по себе формат, он не первый год существует, и уже давно надо было на него внимание обращать, в том плане, что все мировые IT-гиганты в эту индустрию рванули давно, и я думаю, что не стали бы люди вкладываться в то, от чего они не видят именно прямой финансовой прибыли. Ты считаешь, что мусульмане опоздали? Года на три наверное, минимум. Мы никогда не думали о подкастах, об этих эфирах и так далее. Это все было за видео, то есть это все было в радио формате, это все было голосовое, но мы не знали, как это все происходит. Сейчас, когда это последние несколько лет, как это вышло уже в видео формате, вот, и мы об этом узнали. Ну, сейчас вопрос, дальше что? Я говорю, я в семнадцатом году настаивал на том, чтобы у нас появились блогеры, пускай они будут молодые, пускай они будут не совсем с багажом знаний, да, там если рядом будут стоять люди, которые им будут подсказывать в темах, но чтобы они говорили языком народа, чтобы они говорили языком людей, а то сидит шейх, понятно, учился много, знаний есть, но ты немного связь потерял с людьми, да? Пора выходить из библиотеки. Типа того, а у нас реально съемки библиотеки. Нестор Петрович, давайте, выходите из библиотеки, тут еще одну строку, еще один абзац, профессор, пожалуйста, кто в курсе, кто помнит, тот поймет. Такой, я на Ахмада смотрю, я жду, пока он голос даст, потому что Рашид все же уже знает более десяти лет в этой теме, его голос узнаваем уже. 2009-го. Когда открыли? Ахмад вроде бы тоже не вчера пришел, но его лицо всегда было скрыто за микрофоном, за монтажом. И многие нас, кстати, просят за текстом. Да, за текстом. Все просят нас познакомить, почему брат не выходит. На самом деле он очень стеснительный. И этот дай да выдай, вот ту реклама, которую ты вот для нас сделал. Для промо. Да, эти двое пришли в студию канала... Эти двое пришли в студию канала Аль-Худа. И не хотят уходить. Уселись за микрофоны и не хотят уходить. Пошел. Наша задача сегодня в этом подкасте познакомить вас с аудиторией, те, которые вас слышали уже много лет. И, естественно, какую-то пользу, чтобы они получили. Не просто о вас узнали, о вашей жизни, как вы работаете, как вы озвучиваете и так далее. Но еще какую-то пользу получили для себя. То есть кто хочет этим заняться, например, кто переводит, кто озвучивает, кто хочет озвучивать. Что нужно сделать, чтобы стать диктором? Ага, давай. Вопрос на засыпку. Так, ну, у Ахмада не видно, он все закрыл наушниками. Да, да. Но на самом деле там не меньше, чем у меня. Начал, надо отрастить волосы. Ахмада, я тебя прошу чуть-чуть, покажи вот так. Вся сила в волосах, да? Да, как у Самсона. Как у Самсона. Ну, на самом деле, я не могу сказать, что это любая профессия, любая работа, мне кажется, это призвание. То есть человек может всю жизнь заниматься чем-то и даже в чем-то преуспеть, быть хорошим бизнесменом, но в конце жизни я его спросил, он скажет, я не был счастливым, я всю жизнь занимался нелюбимым делом. То есть, а он мог быть там гениальным плотником, например, вот он любит с деревом работать, ему нравится, или кузнецом, кем угодно. То есть, любая работа — это призвание. Когда у тебя получается работу совместить, любимую работу совместить с тем, что она тебе еще прибыль приносит, а в нашем случае, иншалла, при условии искренности и соответствии твоих слов и деяний Курану и Сонне, еще прибыль в обоих мирах, иншалла приносит, тогда здесь как бы большое счастье для человека. И часто спрашивают и в Инстаграме, и в любых социальных сетях по поводу того, что вот я тоже хочу, какое оборудование для этого нужно? Оборудование для этого не нужно. Достаточно даже вот любого микрофона, даже без петлички. Человек, если захочет... Реально, сегодня такая техника есть, что уже вот эти комнаты, вот закрытые комнаты, вакуумные, уже не нужны реально. Столько оборудования сегодня есть, да? Поэтому... Ну, ты счастливый. Да. Ваши ваи. Ну, мне повезло. Ну, в свободное время я хотел бы в гараже работать. Что-нибудь тоже делать по дереву, по металлу. Мне нравится это, да. Рашид этот, ремесленник, да? Сидит хш-хш, там весь в масле. Кстати, такой контент сегодня тоже популярный. В Ютубе миллион-два миллиона подписчиков там будет. У людей, которые восстанавливают старые вещи даже. Вот это? Знаешь почему? Все забросили, ушли в IT, ушли там в Ютубу, ушли в блоги. Оставили самое простое, да? Для них это диковинкой стало. Вот мы, допустим, городские, когда в село ездим, ну, я-то еще был в селе, ты был в селе, мы были в селах, да? И мы видели живность сельскую. Мои дети, о, папа, смотри, барашка. Для них это диковинка. О чем можно говорить, если австралийский аккаунт в Ютубе Primitive Technology набирает там 70-80 миллионов просмотров на ролики, где он просто в лесу строит дом голыми руками. У него вообще никаких инструментов нету, ноль. Это Австралия, да, где города занимают меньшую территорию? Я почему-то думал, что это не Австралия, а вот Индонезия. Ты про двух парней говоришь, малазийцы, а не кто там. У них хоть какие-то там топоры, молотки. У этого вообще ничего нет. Голыми руками. Да, да, палками, камнями все делать. Четко. Как вы готовите себя к озвучке? Вот с утра проснулся, у тебя есть какой-то материал. Что вы делаете? Свои фишки какие-то есть? Фишки какие? Я, честно говоря, не особо сильно готовлюсь для этого. Ты берешь голосом, да? Ну, наверное. Могу посоветовать не кушать перед этим. Особенно не набивать живот. Это просто... Тяжело бывает, да? Да, тяжело. Голос меняется, голос становится более высокий. Сам тоже вялый становится. Да, да, и вялый становится. Человек, да. Ты просто берешь, вот текст взял на руки А4 формата. Надо перед тем почитать текст. Два раза, пять раз. Пять раз. Почитать тоже, да. Знаешь, я имею в виду не подготовка по тексту, я имею в виду твоя моральная подготовка. Что ты делаешь, чтобы у тебя не выходило лишних звуков, чтобы у тебя буквы правильно выходили. То есть как-то ты работаешь над собой, над своим речевым аппаратом. Надо скороговорки читать. Работаю, да. Есть, да, свои фишки, с которыми ты поделиться не хочешь? Много я приобрел. Много я приобрел просто за счет опыта. За счет практики. Сам специально не учился, не готовился, да. В любом случае, когда человек, если он много читает и старается развивать навыки скорочтения, например, чтобы глаз захватывал предложение целиком. Сразу. То есть иногда так бывает, ты даже две строки можешь сразу видеть уже. И вот пока ты еще здесь находишься, ты хоть глаза даже закроешь, ты можешь дочитать предложение до конца из-за того, что ты его видишь полностью. Это тоже практика. Это сильно облегчает. Это тоже практика. Но этим надо и заниматься. Да. В этом направлении. До этого довести надо. Читать нужно. Второе. Слушать этого человека, которого ты будешь озвучивать. Потому что все люди разные. И манера речи тоже у всех разные. Кто-то очень быстро разговаривает. Например, Абдул-Азиза в Тарифе. Его озвучивать это просто наказание. Он очень быстро разговаривает. Но я понимаю, почему. Он скорее из тех людей, которые... Часовую лекцию. Чаще всего приходилось именно таких шейхов озвучивать. Это у арабов, тем более у больших ученых, это из-за того, что они скорее всего вот эту школу хадисов издавать хадисы наизусть перед шейхом проходят. А там Бухари, чтобы прочитать за 2-3 дня, надо тараторить просто этих хадисов. И у них она так и остается. Эта манера речи. Я замечаю разницу между проповедником и факихом. Как? Уже второй день меня исправляют. Украинец, украинец. Потом вот слушаешь. Потом, если в идеале, конечно, если время позволяет и сильно не торопят люди, то открыть само видео и сам текст и его слушать и стараться вместе с ним проговаривать. Для себя какие-то отметки делать, да, имеется в виду? Вот где он остановился. Конечно, здесь большая просьба именно к людям, которые занимаются переводом и редакцией текста, чтобы каждое предложение, которое идет, чтобы в том месте, где человек останавливается, просто делать пробел и начиналось предложение с новой строки. И это как минимум сразу дает понять, что типа вот быстро надо, например, досюда и вот здесь остановиться после этого слова. Даже если следующее предложение будет одно слово, даже если он скажет «Но!» Сделай, нажми на Enter, пускай с новой строки начнется и я буду знать, что там он вот просто это сказал и остановился. Это очень сильно помогает монтажнику на монтаже, чтобы твои слова и его слова прям совпадали точь в точь. Теперь мой звездный час не монтажнику, а монтажеру. Монтажник, да, строитель. Я, честно говоря, не понимаю. По идее, монтажер тоже строит видео. Он оттуда, оттуда, оттуда. Почему монтажером монтажер называют, а не монтажник? На какое-то отличие должно быть все-таки. Контент-мейкер. Это как-то английский. Я тоже английский. Чекмейкер. У меня с братом споры постоянно бывали. Он журналист, оканчивал журналистику и он говорит, мы там СМИ четвертая власть. Я говорю, ну да, конечно. Я говорю, тешьте себя вот этим. Успокаивайте себя. В какой стране? Да. Хотя, по идее, сегодня ту же Россию взять в Европе, наверное, поменьше влияние СМИ на власть, на народ. А в России очень огромное влияние СМИ. Если рассматривать как пропагандистскую машину, да. Но интернет отвоевывает каждый день. Забирает. Это тоже СМИ. Это дело времени, мне кажется, они в оборот возьмут. Китай взял. Китай взял. Весь интернет с фаерволом. Полтора миллиарда населения. Какую из своих работ вы считаете самой ложевой? Та работа, которая для вас может быть сложной даже не была, но вы так вот... А можно этот дополнить именно вот, что я бы не советовал делать? Можно, да? Именно сладкий чай пить. Конечно. Или любую сладкую вещь. Почему? А, слипается, да? Потому что когда уже потом будут буквы И, О, А, ты вот даже просто артикуляцию губ. Вот эти вещи появляются, эти клики, они прям слышат. Я не знаю, может это я слышу. Человек, который со звуком работает, я сам свои записи чищу, и мне не нравится. Но другим даю слушать, никто это не слышит. Может просто никто не обращает на это внимание, а я слышу, потому что свой голос. Знаешь, в чем проблема вот здесь? Часто у нас бывает видео сделают, звук, и дают показывать не профессионалам, не специалистам. И говорят, ну что, как? Ждут реакции. И они, конечно же, там вот, из-за своего отношения к тебе, они начинают говорить, да, конечно, четко. я такую, честно говоря, критикой не считаю вообще абсолютно. Это твое мнение, и если бы на моем месте был другой человек, ты бы сказал по-другому, скорее всего. В Дагестане минимальный акцент это уже профессионализм. Да, считается. Все, это уже сразу. По поводу акцента, ну если он маленький, если его нету, мне один раз в фейсбуке написали, невозможно слушать твою озвучку, ужасный дагестанский акцент. Я говорю, наконец-то. Признали. Это было похвало? Да. Нет, в том плане, что типа, я всегда думал, что у меня его нет. Иногда люди путают дефект речи с акцентом, то есть ты можешь быть исконным там русским парнем из, ну не из Москвы, там из Волгограда, там из таких вот, из Ростова, Ростов считается таким исконно русским? Без акцента. Давай Смоленск. Ну да, к примеру, Смоленск. Ты можешь быть смоленским парнем, все, ты родился, у тебя нету окающих там, у тебя нет каких-то там московского акцента там растягиваний. Но при этом у тебя есть какой-то дефект речи. Дальше многие могут сказать, а вот у него акцент. Так, вот по поводу своего вопроса. Самая ложевая работа, на твой взгляд. Ложевая? Наверное, самая первая? Это когда ты только учишься, когда ты делаешь первые шаги. я знаю, что имею в виду? Я не имею в виду, что работа, которая у тебя плохо получилась, потому что ты не умеешь, а работа, ты умеешь, и ты не доработал. То есть знаешь, что вот... А, или которые не нравятся мне самому? Нет, нет. Смотри, Рашид, примеру. Просто такие тоже есть? Есть, да, такие? Да. Из-за сложности или... Нет, не из-за сложности, а именно из-за того, что я сейчас уже, может быть, с годами я пришел к тому, что немножко по-другому да, ават делается. Может быть, если бы я был 17-летним юношей и работал бы, начал бы работать в этой индустрии, я бы хотел именно, чтобы вот такие лекции выходили. А сейчас, когда тебе уже 38 лет, думаешь, я бы не стал так делать. Хотя, если заказывают, и ты выполняешь заказ, тебе говорят, ты четко сделал, ты грамотно сделал. Например, того же самого Мухаммада Хоблоса. Он кричит. И там, где надо, например, все эмоции показывать, ты стараешься это делать, потому что ты его четыре-пять раз смотришь, а его невозможно открыть текст, видео не посмотрев, озвучить. Нет, надо прям вот чуть ли не выучить эту лекцию наизусть, его по-другому невозможно озвучить. Он где-то тихо, где-то громко. Но мне не нравится такая манера. Я даже, если мне говорят, я говорю, а можно кому-нибудь другому переполучить? Ну, мне не нравится. Эмоции передавать? Брат Мусс, да. Нет, то, что именно человек вот криком это делает. То же самое Пьер Фоггель. Принеси мне чай! Ну, почему? Нет, это переигрывание. Мы не об этом. А именно о том, что типа, может просто мое видение того, что да, вот, так не делается. Стареешь. Ты же дагестанец, Алихан Алихан. Но с другой стороны, я понимаю, возможно, потому что он делает эту лекцию вот для этого джамаата. Возможно, он знает, что именно вот так на них надо и наехать именно. Вот именно. стряхнуть, люди бывают сами такие по себе. Но Алихан говорит, мы сидим в мечети, в которой сегодня, я сейчас утверждаю, есть люди, которые отсюда выйдут, встанут на угол, будут наркотой торговать. Вот как им давать делать? Братья, давайте. Вот именно. Поэтому он кричит, орет на них. Да, но значит, эта лекция не должна быть для всех. Понимаешь, да? Но это уже другое, это уже касается тех, которые распространяют. Это они должны, вот мы, например, канал, мы следим за контентом, смотрим. То есть, это да, вот там целая наука. Ты должен реально не просто брать, взял, тебе понравилось, тебе понравилось, ты его озвучил, выпустил, чтобы все смотрели. Нет, тебе если понравилось, хорошо, тебе если пользу принесло, это не значит, что всем пользу принесет. То есть, это наука целая, нужно реально... Я тоже кричащий. Не любишь, да? Прошло 10 лет, прошло там 5 лет, с момента вы работаете, вы не стали это делать на автоматизме, как конвейер, вот пришел, текст озвучил, пришел и озвучил. Есть то, что ты говоришь, когда ты делаешь, потому что быстро надо сделать. И когда ты уставший, но нет такого, что типа, а, вот забери. То есть, через себя пропускаешь в любом случае, да? Например, вот эти последние дебаты Мухаммада Хиджаба и Дэвида Вуда, они идут 3 часа 10 минут. Да, очень большие. И я их озвучил в 6 или в 7 подходов, но за день. Это очень трудно. Тем более дебаты. Если бы это было просто лекция, человек сидит и монотонно даже разговаривает, или не монотонно, а эмоционально, это легче, чем когда ты стараешься одного человека преподносить вот так, а второго человека еще там ведущий, и надо разные эмоции показывать. Это очень... Сколько дней ушло? День. Я за день ее сделал. 3 часа за день? Да, но я 5 и 6... Я останавливал. Неделю чистил. Не, вот здесь я уже, типа, ни за какие деньги не буду делать. Сами разбирайтесь. Кстати, когда к нам приходит аудио Рашида и Ахмада, меньше всего проблем бывает с твоим аудио. То есть, даже если ты не почистил его, если я, допустим, чищу, или кто-то другой на канале чистил, проблем меньше бывает с твоим аудио. С Ахмадом это отдельная история. Нет, там его комментарии больше всего доставляют. У нас монтажеры говорят, это кто озвучивает? Кусок есть у тебя включить? Ахмад, Ахмад. Включаешь? Самое интересное бывает тебя очистить. Реально, настроение поднимается. Обычно у любого, спроси, монтажера, который занимается звуком, засыпают. Просто засыпают. Я свои чаще засыпаю. Скажи, я сижу, делаю, там кто-то стукает, Сулейман, а что? А да, сейчас, сейчас. И потом непонятно, сколько ты минут пропустил, пока спал. Придет в расстройство положение повеления неодобряемого. Боже мой. Придет в расстройство положение повеления одобряемого. И сделание этого деланием таким большим. Да субханалвах. На фоне дети доставляют просто супер. У нас подборка собирается Ахмад твоих фейлов. А, кстати, я люблю свои тоже собирать. Помнишь, я недавно выставил в GTV, где я не мог выговорить. Ты не смотрел вот это, где? Вот, кстати, 10 раз запнулся. Аллах, я не мог это выговорить просто. Насчет ложевой работы. Да, вот, любая работа с таким вот переводом, да, вот, ложевым переводом, она тоже ложевая бывает. Не хочется ее озвучивать, не хочется ее делать. Либо, если нужно делать, то лишь бы сдать. Перевод ложевый, что ты имеешь в виду? Ну, как тебе сказать, неадаптированный. Ты вот сам как переводчик. То есть, Ахмад, если кто не знает, он знает арабский, он сам переводит и озвучивает. То есть, вот, что ты можешь сказать именно в плане того, что, каким должен быть перевод? Вот ты его сам как составляешь? Перевод надо на русский язык переводить. То есть, недословно переводить с арабским. Смысловой. Делать деланием или ударил ударением, там, так не переводят. Это в арабском языке, это норма. Это норма арабского языка. Арабские обороты, которые у них там, вот они хотят усиление какое-то дать, там, ударил ударом сильно, да? То есть, а у нас какое-то свое должно быть, он усиленно побил, типа того, да? Да, да, нужно, в русском языке достаточно просто обозначить наречиями все там. Не, можно сказать тяжкий телесный. Сказал юрист. Именно, что адаптировать нужно. Да. У нас плохой перевод бывает. Адаптированный текст, его там настроение бывает, его читать, и прям как вода идет. Но это в силу того, что у нас переводами занимаются просто люди, знающие язык, а не переводчики. Переводчик — это профессия, на которую учатся в университете. Вот наш брат Тенгиз рассказывал, что он учился именно на переводчика, причем на международного. Тенгиз кто? Тамбиев. Тамбиев Тенгиз. Он рассказывал, что вот ты в наушниках сидишь, и уровень должен быть такой, человек говорит, и ты прям переводишь. И больше 15 минут такую работу не выполняют. Даже вот в ООН, когда люди выступают... Своя техника перевода есть, и там обучают. Нет, через каждые 15 минут переводчик меняется, потому что он уже просто не успевает, и мозг уже закипает. Больше 15 минут синхронный перевод на лету. Я знаю, что заметил. Вот у нас прямые эфиры, когда бывает, у нас брат Хасан, карачаевец, он шейха Фулейджа, то, что вот вы потом озвучиваете для монтажа, он в реальном времени озвучивает, и я сравниваю переводы, которые делают на официальных встречах какие-то, депутаты, политики, там, кто-то. Я смотрю, сколько они запинаются, заикаются. Я всегда думал, что ты язык не знаешь, что ли? А потом понимаю, это юридический язык, и любое его переведенное слово должно быть изначально таким, к которому не придерутся, что вот ты в переводе вот так сказал, и это огромная ошибка, за которую нам придется отвечать. Получается же, он официальный голос вот этого диспута, да, вот этого. А Хасан Брат, я думаю, а Машала с такой скоростью, там, тем более, Фулейдж, Таратурик, начинает, уходит, и Иван. Коран, Хадис, термины шариатские, это не так легко. Честно говоря, он очень, очень хорошо переводит, тем более, в режиме реального времени это очень сложно, очень сложно реально. Но, естественно, ошибки тоже допускаются, это нормально. Да, это прямой эфир. Кстати, всем, кто нам пишет под прямыми эфирами, тоже, вот поменяйте, переводчика, мы Рашида Ахмада никуда не убрали. Это прямой эфир, и у них просто физической возможности нет присутствовать на передаче, на записи там, и для вас переводить. Это все делается в реальном времени, это вот шейх, ведущий, и за камерой стоит наш брат-оператор, тот, который организовывает эту всю съемку, и вот он в прямом эфире вот сейчас переводит. Мы эти передачи потом даем Рашиду Ахмаду переозвучивать, и уже вот в дубляже выпускаем у себя на канале. Так что эти претензии не заслужены нам. Самая первая твоя работа? Самая первая это, если я не ошибаюсь, Мухаммад Хасан. Положение человека, оставляющего намаз. Свой след оставила она? Ну, тогда каждая лекция оставляла след в том плане, что мы все были людьми, у которых нет шариатских знаний. И сейчас и такими, в принципе, и остались. И когда ты каждый раз, каждый день, я могу сказать, что-то новое об исламе узнавал. То есть по поводу того, что вообще есть разногласия между учеными, что там этот тем является, этот тем является и так далее, и так далее. Каждый день тогда что-то новое узнавал и до сих пор продолжаешь что-то новое узнавать. На самом деле ислам это океан знаний, его постичь невозможно. Поэтому, когда, например, ты слышишь такие термины, как шейху или ислам, и начинаешь задумываться, сколько же человек знал, чтобы его так назвать. Это удивительно. Твоя первая работа? Это Абу-Исаак Аль-Хуайни. Его озвучил. Который сам переводил. Сам же перевел, я озвучил. Переводил ты почти год, по-моему. Да, да. Ахмад, давай уже быстрее. Тогда арабский язык. Тогда ты учился? Да, учился. Я тогда знал арабский язык. С Ахмадом, каждое слово тебя спрошу. Он учил арабский язык на этой лекции. Да, да. С Ахмадом, что интересно бывает, это любую тему затрагиваешь, и все, он уходит, он забывает про все, и начинает. Нет, подожди, это знаешь, Я от него узнал, что языки делятся на две группы. На какие группы делятся? Не на две, больше. Больше, да? Ну, давай, какие? Это построив приложения. Построив предложения делятся на агглютинативные, аналитические, синтетические, еще какие-то там, да. И слава говорила. Еще какое-нибудь слово скажи. А ты точно этот филолог? Да, ну скажи что-нибудь по-филологическому. Какая работа оставила у вас след? То есть, имею в виду, знаешь, ты озвучиваешь ее, и она пробивает. Есть ли впечатление, наверное, это была работа вот про трон Аллаха, вот это я озвучил, там пришлось нескольких людей озвучивать, пришлось подстраиваться под их манеру разговора, под их преподнесение. И заодно мне самому, вот я заодно прослушивал вот эти лекции на оригинале, в оригинале, да, и действительно очень... То есть она на тебя как-то повлияла, да? Да, повлияла в том смысле, что как бы ну страх перед Аллахом, что ли, вот такое вот величие его, да, вот как бы я еще другим ходил, рассказывал, показывал. Ее, да? Этот Усман Тага есть? Каллиграф. Каллиграф, да, Машаллах, пусть Аллах продлит его жизнь. Человек, который медийский Коран пишет вручную, да, из его рукописей распечатывают дальше. И у него журналист спрашивает, легко вам, нелегко? Он говорит, знаешь, Коран делится как бы на аяты рая, про рай и аяты про ад. И когда, говорит, я пишу, говорит, про рай, у меня, говорит, воодушевление хочется, да, там еще хочется писать, еще, но когда я, говорит, дохожу до аятов ада, говорит, у меня рука начинает дрожать. У меня, все, говорит, я, говорит, останавливаюсь, там ухожу, чуть-чуть себя пытаюсь прийти. Это человек араб, знает язык. Язык знает. Да. И именно Коран, который человек пишет, у него такие эмоции бывают. Смотри, есть начальный период, я думаю, самая такая лекция, которая затронула, наверное, и которую, может быть, я сам пересмотрел. Я не люблю свои лекции смотреть, но есть некоторые, которые мне очень сильно нравятся. Это Халид Ясин Чуждый. Бомба! Да. Это очень интересная лекция. Он просто так и сказал на английском. That is the debomb. That is the dawa bomb. Это, говорит, бомба призыва. Вот это потом словосочетание долго гуляло, да. Бомба. Да, вот это. Да, вот бомб. Для кого-то она и была устрашающая. Да, ее, кстати, запрестили, да, вроде бы? Да, она, кстати, запрещенная считается. Потом... Поэтому, да, ватчику не стоит употреблять такие терминки и слова. Такую терминологию. Почему она мне запомнилась? Я ее переводил вместе с одним братом. С английского? Да, с английского. То есть мы неделю, наверное, на нее потратили, хотя она коротенькая. И вот здесь, на самом деле, сталкиваешься с таким понятием, как сложности перевода. Мы слушаем предложения, смотрим друг на друга. Я говорю, ты понял, что он сказал? Он говорит, да. А как это перевести? Я говорю, не знаю. Он говорит, я тоже не знаю. Хотя человек вообще в Англии жил, да. И здесь приходится уже думать, как словари залазить, смотреть, как Google переводит, и уже от этого отталкиваться. И Умар Альбана, наверное, мы виноваты, что Умма в упадке. Она тоже, можно сказать, из ранних. Она очень сильная. Это вот как раз самое начало Сирийской войны. И он говорит, мы здесь, говорит, в начале посмотрели вот эти все ролики, говорит, слезливые. А давайте теперь подумаем, почему вот так. И уже столько лет прошло, как бы ничего не меняет. Эти ролики как выходили, так и выходят. Это вот из старых. То есть я ее прямо озвучивал, и я ее потом даже переслушивал. Вот в год, может быть, один раз так наталкиваешься. Давай заново посмотрю. Потому что она такая, которая тебя возвращает к реальности. Ты забываешь. Он об этом и говорит. Мы отсюда выйдем. Начнем обсуждать какое-то комедийное шоу, какой-то комедий-клаб, какие-то приколы. И все это выветривается. Наши сердца, говорит, черствеют от этого. То есть нельзя об этом забывать. Хотя бы как минимум вставать ночью для того, чтобы два за этих людей делать, если ты большего не можешь. Рашид, уже сколько лет? Уже 10 лет где-то озвучивать и так далее. Больше 10 лет. Ахмад уже 3-4 года плотно на этом сидит. Такой вопрос. Какие лекции, какие лекции, какого плана лекции, какого формата ролики или лекции в основном нужны для людей или влияют больше на людей? То есть есть ролики взрывные, эмоциональные, а есть научные. Вот по вашему мнению, какого формата ролики, они более полезны для простых, для авама, для простых людей? Вот мы вчера тоже беседовали с некоторыми братьями, они тоже свое мнение сказали в этом плане, что какие-то ролики, маленькие взрывные, эмоциональные, они временные. Они временные. А есть другие, которые более научные, которые говорят об Аллахе, там более научно, они эмоционально поверхностно, они долго заседают у людей. По вашему мнению? Ну, я согласен, да, это временно, но они реально влияют, если часто так слушать. Они больше влияют. Они больше влияют, да. Так как простой человек, он вот эти сложные, вот эта научная терминология для него будет скучной слишком. Но ты считаешь, Ахмат, что вот послушав такую эмоциональную лекцию, вот он сейчас зарядился, после окончания, как Рашид сказал... Я думаю, надо совмещать, допустим. Если можно эмоционально передать какие-то основы веры, это было бы прекрасно, да. Здесь, смотри, самый главный основополагающий момент. Любой даватчик, это в первую очередь, как мне кажется, он и психолог, и врач, и преподаватель. Он педагог. Он должен знать, как научить. Должен быть. Иметь знания одно, а вот уметь их передать другим людям, это совершенно другое. Есть очень популярные ролики в Ютубе по поводу того, как преподают, например, ту же самую высшую математику и физику в Гарварде, Стэнфорде, в мировых вузах. Вот этот старичок, который там взял этот маятник огромный, он говорит, если он сейчас ко мне вернется, голову разобьет мне. То есть он объясняет физику на таких примерах, или химики, которые опыты вот такие ставят. Это искусство. У них на уроке люди сидят, они как будто на шоу, на представление пришли. И понятное дело, что такое запомнится. Он уже никогда в жизни этот урок не забудет. И эту формулу тоже он никогда не забудет. Поэтому и ислам тоже надо уметь вот так же преподавать. И преподносить. Одно дело, пятничную хутбу ты не будешь так давать. Пятничная хутба, у нее есть свои условия, у нее есть свои столпы, условия, которые нельзя нарушать. Там должно быть это, это, это. На арабском было обязательно произнесено. В разных мазабах разные. В разных случаях эмоций должны быть. Да. Не должна там столько-то быть или столько-то. А все остальное же можно. Можно же подойти немножко по-другому к преподаванию этого. И здесь, когда Карим, например, спрашивает, какие лекции нужны, встречный вопрос. Для какой категории людей? Для молодежи одно. Для более взрослых людей другое. Для среднего поколения, для наших ровесников может быть третье. Поэтому шаблонный ответ здесь тоже не прокатит. Вот именно потому что даават — это целая наука. Искусство? Да, искусство. Наука — это даават, которые занимаются, они должны сидеть, обсуждать, анализ делать публики, аудитории проблем сегодняшних, которые сегодня происходят. Я могу за себя сказать. Мне очень нравится шейх Уджейри. Это просто... У нас еще просто его мало переводят. Это удивительный человек. Почти нету. На русском языке я не видел. Несколько коллекций. Есть вот по поводу опровержения атеизма, отрывок по поводу его размышлений о том, самое великая тайна, которую ты озвучивал, отрывок из книги Ибн-Уль-Хайма, почему Аллах радуется покаянию своего раба больше, чем человек, который в пустыне нашел своего верблюда со всей провизией. То есть, ну, это большой ученый. Мне кажется, его надо очень много переводить. Но это я за себя говорю. Ну, он очень реально сильный ученый. То же самое про Мухаммад. Хамид Загрань, например, если возьмем. У него тоже такие эмоциональные. И они даже не взрывные, как другие ролики. Да, они не взрывные, они полунаучные для простолюдов. Очень. Потому что, ну, мы по просмотрам видим. Ты можешь по просмотру посмотреть, насколько они повлияли на людей. По этим комментариям, по просмотрам ты смотришь. Но у него нету. У него нету новых сейчас лекций взять и переводить. Нету. Он человек, который не любит особо меди. Но сейчас в последнее время начал выходить. Он в этот, в YouTube маленькие ролики начал записывать. Но вопрос про Уджейри, например, если мы разговариваем. Есть ли у него вообще мединый ли он человек? Я, например, когда смотрел... Такие подкасты он записывает? Часовые, трехчасовые? Записывает, да? Да, много даже уже. Машалла. Аль-Хамду-Лля. Это хорошо, поэтому... Но у него направление тоже, по-моему, атеизм, да, как я знаю? Да, как бы, можно сказать, апологетик. Да, апологетик, он тоже этим занимается. Ты же говорил, любимые лекции. Из старых вот те, из новых, это, наверное, вот Хамиза Грани, поминание Аллаха. Очень она мне понравилась. Я тоже очень часто переслушаю. Она небольшая, где-то 40 с лишним минут. Она очень сильная. После нее какой-то период времени ты заряжаешься, на месяц тебя как минимум хватает, чтобы ты постоянно все соблюдал. Потом начинаешь скатываться, надо заново эту лекцию смотреть. Она очень сильная. Вот мне она очень понравилась и помогла. Мне самому. А из шейхов тебе Хамиз нравится, да? Хамиза Грани, да. Ну, имеется в виду, кому-то... Манера. Да, вот. Кого озвучивать, я тебе сейчас скажу. Абдуллау Найман. Это он так разговаривает. Нет, нет, нет. Можно никуда не спешить. И ты спокойно читаешь текст. Мой самый любимый шейх. Я имею в виду по... Шейх Бомба, честно говоря. Бомба, честно говоря. Самый любимый. Приходит тебе на перевод несколько раз... И ты прям радуешься. Ау. Да, да, вот он пришел. Вот шалак. Из новых Ятку Нейби. Очень сильно мне нравится. Просто сильные лекции. Даже когда я сам еще читаю переводы, готовлюсь, думаю, Аллаху Акбар, как можно вот так разносить постов пух и прах. Вот когда говорят, что сейчас новый его перевод придет, я радуюсь. Круто. Два года назад я его слушал. Мне очень сильно понравился впечатление его, как он преподносит информацию. Орехли от Ульяки? Нет, нет, нет. Они что же в 2018 году выходили, начали? Да, но я, то, что я смотрел, это было, где он у себя во дворе сидит, камеру поставил, сзади фон такой зеленый и разговаривает просто. Там какие-то темы поднимает, маленькие, короткие, по 5-10 минут. И о них говорит. Очень-очень сильно, реально его слушать одно наслаждение. Кстати, если текст хорошо написан, для меня всех легко озвучивать, если текст грамотно написан. Допустим, я ребенку читаю, например, сказки, да, вот, и у меня вот просто как вода идет. Скорее всего, ты придирайся просто к тексту, и все. Возможно. У меня вот мозг, когда я озвучиваю, как-то 9 работает, да, он заранее подставляет. Он не придирается. Переводы бывают иногда кошмарные. Корявые. Корявые. Мы скользь затронули тему адаптации текста, но одно время я редактировал переводы. Иногда вот голову ломаешь и думаешь, ну, как так можно было? Да, какую аналогию в русском языке найти на твой перевод? Ощущение, как будто ты в гугл переводчик закинул, и... Дело не в этом. Дело, знаешь, в чем? Иногда можно, вот, три строки идет предложение, можно до одной сократить, и при этом смысл вообще не поменяется. То есть, он очень сильно нагружен. А зачем это? Вода нужна там, да? И это при том, что человек еще очень быстро разговаривает и думаешь, как теперь за ним успеть? Ну, как раз можно сократить до одного. Да, сократить, да не проблема. Это не в том, что типа, это не моя работа, я не буду это делать. Нет, я хочу, например, чтобы коэффициент полезного действия увеличить. Как этого добиться? Я не должен... Каждый своим делом должен заниматься. Час записывать 15-минутную лекцию. А почему я это делаю? Потому что я теперь сижу и думаю, а как это теперь сказать, чтобы я за ним успел? Проблема их в том, что они не знают хорошо русский язык. То есть они знают его дворовый вариант такой. Они не учились, наверное, возможно, да, не имеют такого образования. Это знаешь, к какому вопросу возвращается? У меня часто споры... А чтение книг? Часто споры возникают, типа вот художественную литературу. Да, да, да. Они читают литературу. Если ты хочешь знать красоту этого языка, этого языка, ты просто обязан читать их художественную литературу. Просто обязан. Возьмем Лермонтова. Он так красиво горы описывает. Смотри, я, знаешь, не скажу, что это возражение. Я думаю, что именно старорусский язык мало чем может помочь в переводе этих лекций. Пускай это будет Достоевский или Толстой или еще кто. Да, написано невероятно. Но как это теперь применить? Тебя сегодня так не разговариваешь? Так уже и не разговариваешь. Она в твоем мышлении меняется. Да, у тебя понимание языка есть. Понимание языка. Понимание языка есть. В этом плане, знаешь, что хорошо? Пускай даже этого же периода времени литература зарубежная. Там таких слов нету. Поэтому переводчик переводит на современный язык. Хорошо. Возьми. Дай я просто закончу мысль. Братья Карамазовы Достоевского. Один человек, другой. Я и не собирался монкировать. Что? И ты теперь сидишь. Ладно, ты если знаешь это слово. Допустим, ты понимаешь, что тот период времени французский язык в России гувернантки были и француженки или немки. И поэтому дети вырастали под их воспитанием. Они знали до трех языков. Немецкий, французский и русский. Причем русский очень хорошо. Потому что они воспитывались на классике, на стихах и так далее. А тот, кто это читает, ему теперь что делать? Каждый раз, через каждые пять минут залазить в гугл и проверять вот эти слова? В любом случае, Рашид, какие-то слова, какие-то профессии, какие-то ремесла, которые были, и сегодня их нет, но они будут, допустим, вот помнишь, наздревать. Одно из наказаний на Руси было. Воров там кого-то наздревали. Вот понимаешь, что-то с носом связанное, с носом урвали. И все знали вокруг, что это вот вор. То есть, ну, сегодня такого наказания нету, но и не проблема, если человек сегодня не знает, что такое наздревать. Или ушкольник там. То есть термин пусть знает, да? Вот даже не используется. Нет, допускай даже и не знает. Это не то слово, которое определяет русский язык. Это вот какое-то пришло-ушло там временное. Вот. Я просто говорю из переводов книг. Смотри, теперь вот такая ситуация. Араб-историк рассказывает историю России. И он это говорит, это слово на арабском языке. И ты думаешь, как это перевести? Ты кроме как наздревать это не переведешь. Ты обязан знать это слово. Понятно. И очень часто в книгах это бывает. Это очень узкий пример, да. Да, но... Да, и, как сказать, и в книгах это бывает, и в каких-то передачах бывает, выходят эти, я не говорю религиозных, я говорю обычных передач, в передачах эти термины какие-то неизвестные уже современному человеку встречаются. И что ты делаешь? Ты уходишь в Википедию и смотришь. И не проблема. Ты в общем язык понимаешь. Ты вот понимаешь, что это какое-то конкретное слово. Вот как он сказал название языков. Опять скажи. Агглютинативное. Аналитическое, синтетическое. Понимаешь, да, это слово. Я не знаю. Вот сейчас я уже понимаю, что живу в Турции. Я понимаю разницу между построением предложения в русском языке и в турецком. Сильно отличается, да? В турецком, кстати. В турецком построение похоже на наши родные языки. Кто знает родные? На дагестанские между, да? На кавказские. Я всю структуру просто шутки забыл. Это кто-то из комиков выступал. Читаю, говорит, литературу, говорит, русскую. Поручик долго не гнушался манкировать. Долго. Типа понял из всего предложения только одно слово. Понял долго. А из переводов мне понравился, честно говоря. Он тем более переводил. Это большая, большая работа, огромная работа. Я вспоминаю, видео старое есть, и Финди Копиев переводил Сулеймана Стальского. И он же переводил Гамзат Атсадасу. Они писали на своих, на лизгинском, на аварском языке, и он переводил на русский. Вот они с супругой сидят, и говорят, вот вышел новый сборник Гамзата Цадасы, но мы, говорит, еще не приступили. Хотя он официальный переводчик, Гамзат, он с его работами знаком, он с его манерой знаком, он понимает, что он имеет в виду. Но мы, говорит, не готовы переводить. Они много читали, они много с ним общались. Это же целая работа. Это реально, чтобы адаптировать иностранный язык. Но есть, например, то, что невозможно перевести. Все понятно. Но не так же, что 90%... Нет, нет, нет. Приходится что-то применять. Возьмем такого специалиста, доктора души, скажем как, Ибн Аль-Хаим Джаузи. Помнишь его книга «Благодатный дождь»? «Благодатный дождь», «Болезнь и исцеление», они очень давно выходили. Но мне «Болезнь и исцеление» вообще не понравилось. Я там до середины дочитал, перевод настолько страшный. Он нагруженный. Кто переводил? Я не знаю, кто переводил. Это еще до того, как начали ОММА выпускать. А вот «Благодатный дождь» перевел Сарбулатов, Ильнур, и его перевод мне очень сильно понравился. Так зашел он, я просто кайфовал, читал. Можно было прочитать, она очень легко шла. Кстати, советую всем. Очень хорошая книга. Много чего для себя ты узнаешь. Я не говорю в плане фикха, я не говорю именно в борьбе со своим навсегда. Здраственность. Очень такая серьезная книга. Кстати, почему не озвучил? Ты же одно время озвучивал. Не успевай. Но сейчас, Иншал, надо больше над книгами работать. Если у нас не читают, ума, который приказано читать, не читает, может хотя бы послушать. А может какой-то тандем сделать между вами обоими, какую-то книгу объединить, чтобы вы... Диалоги? Как бы диалог, да. Интересно было бы даже. Такой формат сделал. Просто я, например, не слышал в таком формате, чтобы аудиокнига была. Не встречал, да? Нет, например, вот возьмем любую книгу, где есть научная, полунаучная книга, да, где Коран, хадис, аяты есть и так далее. То есть он читает аяты или хадисы, да, а ты уже другой, остальной текст, да. А нам было бы интересно. Просто можно одну главу прочитать и попробовать. Здесь мы можем открыть, знаешь, такую дверь, которая на несколько передач растянется по поводу того, что люди у нас не готовы вкладываться в даават. Я даже больше могу сказать. Из немусульман есть энтузиасты, которые не за деньги просто настолько фундаментальные труды озвучивают. И причем, смотри, там есть несколько женских голосов, несколько мужских и звуковое сопровождение. Например, они говорят, они сели на коней и поскакали. И там вот прям они вставляют звуки лошадей, звуки сбруи, например. Вот ты берешь эту уздечку в руки, она чуть-чуть дребезжит. Ты слушаешь и как будто фильм... Книга у микрофона, да, как будто ты фильм посмотрел. И там фоном может быть и музыка, и все звуковые эффекты, гром, дождь. Атмосферу создают, да? Они над книгой год работают, и ты знаешь, что это просто фанаты. Они это делают не ради денег. И ты думаешь, это с одной стороны. И с другой стороны, умма, которая знает, что будет ахират, будет рай, будет ад. Идеология есть, убеждения есть. Да, и не готовы вкладываться в это. И вот здесь ты думаешь, как так? Типа там каферы ради бесплатно работают. Здесь мусульмане не хотят. Бесплатно работать. Хотя бы, если ты не можешь, ну... Нет, что... Смотри, есть такие моменты. Помоги, другие могут. Например, я не знаю... Вот Ахмад тоже может сказать есть. Я могу сказать. Иногда бывает, приходит канал, говорит, у меня нет возможности. Можешь вот этот ролик сделать? Ну ладно. И ты его делаешь. Потому что, ну не все же за деньги ты будешь делать. В плане переводов, если вот кого-то и хвалить на самом деле, самые лучшие, которые мне попадались, это вот иман-видео, худо-медиа. Не все. Еще мы. Нет, смотри, в том плане, что когда, например, были переводы, все время же мы с разными переводчиками работали. Например, англоязычный было трудно, а вот арабский уже было полегче. Потому что там был именно переводчик. И если из сегодняшних, над кем могу, кого могу похвалить, очень сильно вас от медиа. Там часовая лекция, ты ее садишься и почти за час озвучиваешь. Почти без ошибок. Не потому что ты такой супер диктор, а потому что, ну на самом деле, очень хороший перевод. С арабского языка? Да. Прям вот мне нравится. Хорошо было бы сделать отдельную передачу именно про то, как помогать в каких-то проектах физически, финансово и так далее. То есть как людям участвовать в каких-то проектах, да? Но это отдельная тема, отдельная передача. То есть какие-то даже проекты можно от себя предложить им. Те же аудиокниги, те же там какой-то видеоблог и так далее. Я думаю, интересно будет людям. Знаешь, это то, что вот обсуждалось и в прямых эфирах, и так в частных беседах между собой или, например, при записи вот таких передач человек может не осознавать силу того поступка, который он совершает. Например, тот человек, который просто привел меня к Кариму и Абу Бакру, сказал, вот у меня есть знакомый, который в Москве работал, он знает, что такое видеомонтаж. Вот можешь себе представить? Сколько он получает? Сколько он получает награду, иншаладайла? Мы, кстати, в первый... Об этом разговаривали. Да, мы разговаривали с Каримом, мы вспомнили и наушники, и микрофон другого блата. Я помню, как будто сегодня это было, я сижу за компьютером, заходит Сулейман и говорит, ты и здесь, что ли? А, нет, и ты, что ли, здесь? Что-то такое ты сказал. Знаешь, как получилось? Ко мне этот... Несколько проектов исламских, и куда бы ты ни приходил, все время, и ты здесь, что ли? И уже в конце худомедия... Ты и здесь, что ли, здесь? У меня, знаешь, как получилось, как я на канал попал? Я тогда... Тоже через самого того же человека? Нет, нет. Нет? Нет, не через него. Не племянник? Нет, не племянник. Мой старший брат, журналист, и его однокурсники открыли студию. Они находили кадры для каких-то проектов. И они говорят, и вот там исламский проект, один открывается, не хочешь, ты же там типа вот актер, журналист, то все. Я говорю, давай пойдем посмотрим. Я говорю, я хотел бы как раз таки в исламском проекте работать. Прихожу туда, в темной комнате сидит, ногу на ногу закинул, в пиджаке с таким серьезным видом. Он хотел меня видом напугать. Абубакр наш, брат Абубакр. Он сидит. Я говорю, что ли? И она такая стоит, кто нас сводит. А вы что, говорит? Ну, конечно, с моего поселка, соседнего дома. Вы что, говорит, знакомы, что ли? Я говорю, да, знакомы там. А она думала, ну, кто это хозяин этой фирмы, она думала, сейчас там вот нас ведет, мы без тебя справимся. Он говорит, поехали, поехали сразу на студию. Туда стал рассказывать. Ну, вот так мы уже это там начали делать, это начали делать, рассказывать о тех шагах, которые уже сделаны. В студию захожу, смотрю, Рашид, и ты здесь что ли? А мы просто давно знакомы. А мы еще как бы... Еще до ислама. А Карима я знал, его старший брат в параллельном классе, мы вместе там в секцию волейбола ходили, при школе была. И я по поселку помню, молодой, он как бы раньше же как было, год-два младше тебя, и уже... Уже не общаясь. Это молодые как-то. Я смотрю, а он еще такой скромный, там приехал на умниках. То есть вот как-то вот так. Честно говоря, я тогда очень рад был, что Аллах нас объединил вот в этом проекте. И сколько раз я думал, мы остановимся. Честно говоря, вот если бы я делал студию, я смотрю, какая-то проблема возникает, Абубак и Карим не обращают внимания на эту проблему, ее решают. Я думаю, я давно уже остановился бы махнул рукой, но не получается. Вот так как бы себя повел. Можно, но не получается. Да, типа можно, но не получается. Для меня, честно сказать, всегда было примером, как Сулейман подходит к работе, к озвучке, потому что я на него смотрел, думал, человек закончил актерский факультет, вот эти все, сценическая речь и так далее. Типа надо вот с него учиться. Тем более у него и супруга закончила. Поэтому она была его критиком всегда. И он там, смотрю, какие-то записки делает. Я думаю, блин, как сложно озвучивать. Я не буду озвучивать. Это просто какой-то кошмар. Я пойду потолки. Мухаммад хиджаб, а нет, Мусар Анвар, этот хиджаб Адад или Ибадад, ты ее, наверное, пять раз озвучил. И она часовая. Я думаю, если это так сложно, я, наверное, не буду озвучивать. Тогда были проблемы, знаешь, чем, помнишь, это маленькая комнатка с этой лампой, такая здоровая лампа, и в этой комнате жара такая невозможная. Еще кто-нибудь пройдет в коридоре или в кабинете, и ты... Любой удар захлопывается в дверь, и это все на запись попадает. Я оттуда орешь, братья, тише. Было очень сложно. Вот эта вот лекция, которую я озвучивал, именно там озвучил. Там же в той стадии. Да-да-да. Я же после этого... Это комната Абубакар делал. Это я думал, все, первый и последний раз. Это было очень тяжело. Я вообще не ожидал, что сюда приеду. Я помню, с Ахмадом мы к тебе домой пришли, у тебя дома, помнишь, студия была здесь уже в Стамбуле. И мы озвучивали, по-моему, про сподвижников проект. Ну, не мы, он должен был озвучивать. А что только они и мультики озвучивали, и все подряд. Но просьба была самого шейха Хасан Хусени. Он говорит, я эмоции вложил. Я, говорит, когда озвучивал, описание рая, описание рая. Он плакал, когда какие-то эпизоды рассказывал. Он говорит, я эмоции вложил, говорит, я выжился, говорит, в этот проект. Пожалуйста, скажите диктору, кто будет озвучивать меня, чтобы он выкладывался. А Ахмад такой, ну, типа, текст и текст, что его там. И я помню, воюю с ним. Ахмад, вот так скажи, вот так скажи. Здесь уже твое режиссерское образование. Да, но я устал. Мы где-то пять вместе приходили, мучал. Помнишь, мы у тебя час брали времени, растягивали на два с половиной часа. И бедный Адам, кто потом со звуком работал, Сулейман, а нельзя? Я сильно стеснялся эмоции передавать. Но сейчас ты сильно подтянулся. Вот особенно мне понравились две последние работы. Это вот когда ты озвучивал греческого священника. Помнишь, да, Карим? Мы сказали, О, Ахмад уже этот. И когда ты вот на этот подкаст, анонс озвучивал, очень сильно хотел бы с Ахмадом одну книгу озвучить, знаешь, чтобы не озвучить, а именно снять. Это детские сказки, исламские детские сказки про пирата. Очень сильно хочу. Одна попытка у нас была, Ахмад Адамбул. Ахмад, чтобы в роль войти, тоже взял победу. Ахмад пока еще готов не был. Не знаю, сейчас мне кажется, он чуть-чуть уже готов. Зрители, если вы считаете нужным, чтобы у нас вот такой... Ставьте лайки. Напишите просто, убейте комментариями Ахмада. Ахмад требуем... Ждем сказки от Ахмада. Ждем сказки от Ахмада. Я считаю, что по большей части люди, которые пробуют, и у них не получается, это психологические зажимы. То есть человек боится микрофона, боится чего... Хотя, как бы казалось... Простой пример приведу. Вот мы сидим, общаемся. Только включается микрофон, человек другим становится. Что с тобой случилось? Ты минуту назад был другим. А, да, я хочу сказать. Ты так всегда разговариваешь, или ты так только на записи разговариваешь? Что с тобой? И люди меняются, на камеру меняются. То есть он становится... Это барьер есть. Ты как бы думаешь, что-то не то. Ты только что был таким, сейчас стал другим. Меня когда спрашивают, что надо делать? Я говорю, да вот как ты в компании рассказываешь историю, вот так же садись и прочитай текст. Вот это будет... У слушателя, по крайней мере, возникнет чувство, что да, вот я сейчас общаюсь с человеком. Перед зеркалом говори. Не бояться самого себя. Советы от актеров. Да, естественно, нам преподаватели говорили, кушаешь за столом, поставь зеркало сбоку. И смотри на себя. Я думаю, что за обезьянение и ужинки. Он говорит, нет, ты себя стесняться перестанешь. Самый большой критик самого... Твой самый большой критик – это ты сам. Да. Тебе кажется, я вот не так сказал, и ты начинаешь... Ты зажимаешься. Ты перестанешь сперва бояться себя. Монтаж все уберет. У нас очень много косяков бывает, там очень много ошибок бывает. При озвучке, при монтаже. Да, при озвучке, при съемке. Это все вырезается, убирается. Нельзя это отметать. А кому это нужно, короче? Да, просто там текст прочитаешь, что сложного. А почему тогда у нас нет тысячи дикторов, если это так просто? Есть у нас 10, пусть будет, да? Ну, 7-8, да? Ну, из них на пальцах можно посчитать, которые могут эмоции передавать, которые могут правильно текст читать. Это на пальцах, понимаешь? Я очень рад был, Рашид, когда появился Ахмад. Я очень рад был, потому что при всем уважении к тебе и к твоей работе, у тебя должен быть конкурент. Да, конечно. У тебя сейчас должен быть конкурент с таким же голосом, с такими же эмоциями, но которые будут тебя заставлять исправляться, быть лучше. Быть лучше. Мне знаешь, в чем было легче? Я всегда смотрел именно на тех дикторов, которые там заслужены, актер театра и кино, и так далее. Я думаю, вот это как бы туда надо стремиться в манере, в профессионализме. Поэтому, если ты говоришь, не было конкурентов, среди мусульманской среды, да, а здесь я вообще даже не диктор. К примеру, два канала. К примеру, я там, Гуда Медиа, это Гуда Рос, мы два канала, у меня перевод, у него перевод. Кому отдать озвучку? Рашиду, Рашиду. Потому что только один Рашид, да? А, в этом плане. Да, а здесь у тебя конкуренция есть. Я понимаю, что в общем мы делаем дават, но все равно внутри есть желание озвучить того или иного. Если ты сложал, плохо озвучил, я в следующий раз, вот как Хасан Хусейни просил, дайте, Карим говорит, кому будем давать? Я говорю, только Ахмаду, это просто он подходит Хасану Хусейни. Если он сейчас не может, иншаллах наберет. Это все с опытом приходит, со временем приходит. Но это его голос. Потому что мы, когда отправляем заказ какой-то там питерской, московской студии озвучить. Они вам тоже выбор дают? Они нам выбор дают, и даже часто бывает, мы выбираем кого-то, они говорят, давайте мы вот этот, он больше подходит. Он больше подойдет, да. Он больше подходит. Но это целая профессия, кто-то кастингом занимается, подбор актеров, и подбор актеров дубляжа, это практически одно и то же. Если мы посмотрим на голливудских актеров, за каждым из них определенный один человек закреплен. Потому что считается, что его голос больше всего подходит к этому человеку. И в другом фильме не будет другого голоса. Будет именно этот голос. Вот это, так и должно быть. Так и должно быть. Голос стареет уже с актером вместе. Хамид Заграни не должен озвучивать Ахмад. Это твой голос. Это твой человек. Более высокий, что ли? Твой персонаж. Ахмад все равно так эмоции не даст. У нас в комментариях просили тоже. Пожалуйста, пусть озвучивает Рашид Хамид Заграни, пусть не Ахмад. То есть они привыкли уже слышать. Да, он уже подвязался, как бы голос. Как в свое время Халид Ясин. Он ассоциировался с твоим голосом. Просто вот у него там может быть тональность была другая, да, там чуть грубее, но он ассоциировался с тобой. Хотя Ахмад подошел бы наверное больше, да? У него тоже такой басистый голос. Нет, смотри, я не про басиста говорю, я знаешь про что? Я про темпа, ритм, про эмоции говорю, про... Понимаешь, да? Ахмад, когда... Передать его эмоции. Ахмад, когда озвучивает ощущение, как будто вот такая скала села. Бывает же, тут на землю так вот легла такая скала и с этой позиции идет. А Рашид как будто бы по воздуху бежит. И он должен озвучивать крадущий этот сигар затаившийся дракон. Моё кунфу лучше, чем твоё кунфу. За гранью он такой же. Халид Ясин, как я сейчас букву Х сказал чётко, да? Халид Ясин, он точно такой же. Он бежит как будто бы. И Ахмад такой степенный. Он не подошел бы туда. Ахмад подойдет очень сильно. Ну вот шейху Гунаймана он бы тоже очень хорошо озвучил. Вот, я Кариму наставил, говорю, когда в этом проекте оставь Рашида для ведущего. А, вот то, что ты сказал. Асламбек Ижаев, наш брат, пускай Аллах его сохранит, директор издательского дома УММА. Он выбирал через нескольких, из нескольких дикторов человека, кто будет озвучивать книги Ибнурхайма. И мне он тоже прислал, написал, можешь вот этот кусочек озвучить и отправить мне. То есть там была целая редакторская коллегия, и они принимали решение. В итоге они выбрали другого человека, и когда он приезжал сюда, он сказал, у тебя слишком молодой голос. Нам, говорит, был нужен голос более взрослый, да. Потому что, ну, такая книга. Типа, хотелось бы, чтобы голос был более низким, более глубоким и так далее. И здесь даже обиды никакой не может быть, потому что, ну да, ну так оно и есть, ну правильно, я бы тоже так... Моё желание одно. Да, Моё желание, оно связано с тем, я просто хотел бы, может быть, аджер заработать или ещё что-то. Ну, а я так просто так подхожу, что типа, да, правильное решение, правильно сделали. Начало. На этой ноте, да, на этом эпизоде мы, наверное, остановимся. Да, уже время. Двое, в этой передаче двое против Рашида. Может быть, в следующей передаче его чисто одного позвать, чтобы он разговаривал. То есть, дорогу я разговаривал. Нет, тогда мы будем с Уже Сульмана разговаривать. Двое против Ахмада. Как дела, корёв? У тебя как всегда? Нет, Ахмада раскачается, всё приходит со временем. Сначала задача была нам показать Ахмада, чтобы люди увидели, узнали. Вот он, вот он, смотрите на него, вот он, красавица. Пока одна жена. Он больше не придет. Жена не пустит. Хорошо, братья, пишите комментарии, кого бы вы хотели видеть в нашей студии, кому бы вы хотели задать вопросы. Задавайте вопросы, может быть, для следующих выпусков мы опять их позовем. Может быть, у вас есть те темы, которые вы хотели бы с ними обговорить, послушать, задать им вопросы. Ставьте лайки. Салам алейкум, архатла. Салам алейкум, архатла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!